Эх, детство! И вот что меня не устраивает в этой теме, как её преподносит, это то, что начинает нравоучать. Вот вы такая неплохая, вы задумаетесь, а что вот чувствует ребёнок? И всё, вот идёт акцент на ребёнка. Но на самом деле, что чувствует ребёнок, это не поможет ни одному родителю, ни одному человеку внутри себя остановить. Остановить вот то, что бурлит, то, что вот начинает вот скипать, оно не остановит. Потому что остановит человека внутри себя подавить гнев только сам человек, а не чувства другого человека, только свои чувства. Кто меня первый раз видит, я мама двоих мальчиков. И обычно на моём канале и на других моих каналах, один из которых называется «Позитивная идея», я всегда такая улыбаюсь, я такая вся радушная, я вся такая открытая, я вся такая хорошая, я вся такая замечательная. Но в жизни я тоже подвержена всяким эмоциям. И мои дети, они вводят меня в такое состояние, что мне хочется вырвать все эти эмоции, выплескнуть на своих детей. И сегодня я буду говорить те практические вещи, те тараканы в голове, которые останавливают меня. Стоп! Говорят мне стоп! Именно в тот момент, когда я достигаю пика гнева. И если человек способен на восторженные эмоции, так же, как и я, то есть я восторгаюсь всему, я действительно всему радуюсь, то я бываю в противоположном состоянии. И я действительно чувствую и переживаю сильные эмоции. И мои дети, они меня расстраивают, и мои дети, они бывают непослушными. И хочется прям, что же меня останавливает? Я буду рассказывать именно вот практику. Только мгновенная мысль, которая пролетает в вашей голове, может остановить действие. Только рациональная мысль, она быстрее наших действий. Самая главная мысль, которая останавливает меня, это «Неужели мой ребёнок хуже других?» Вот когда я быстро так подумаю, и вот действительно представляю вот этот образ, что мой ребёнок хуже других, это останавливает меня. Подумайте хорошенько, поселите эту мысль в свою голову. Для себя вы создали свою радость, для себя вы её родили. Вы всё время говорите, вы счастливы от того, что у вас есть дети. Но когда они начинают себя не слушаться, вы начинаете поселять в себе вот этот гнев. Вы не можете себе иногда его подойти, потому что вы иногда устали, а иногда считаете, что именно эта эмоция, она уместна в данный момент. И какая бы ни была ситуация, представьте себе, что в этой ситуации находился какой-то чужой ребёнок. Вы выходите во двор, и какой-то чужой ребёнок начинает не слушаться. Ваши действия, вы стукнете его по попе, вы его отчитаете, вы начинаете на него кричать. Что вы делаете? Вы ничего не делаете, вы просто наблюдаете. Вы же можете подавить в себе эти эмоции, даже если вас это раздражает. Вы смотрите, вы видите, у него есть мама, мама там как-то начинает вот это вот бурно реагировать, но вы стоите спокойно. А теперь представьте, что ваш ребёнок начинает так себя вести. Вы сразу заводитесь, вы сходите в состояние гнева. Так чем ваш ребёнок хуже чужого? Просто какой-то чужой осмелок. Почему к чужому ребёнку вы можете подавить свои эмоции, а к своему ребёнку вы не можете подавить эти эмоции? Вот когда вы это подумаете, продумаете, проанализируете, когда вы поселите эту мысль в свою голову, то когда ваш ребёнок начнёт шалить, баловаться, и вы будете смотреть на него, как на другого чужого ребёнка, вы будете абсолютно спокойны. Абсолютно спокойны, потому что вы каждый раз будете думать, но я же на других детей не реагирую, чем мой ребёнок хуже. Я на него буду реагировать так же спокойно, как на других. Пусть они ведут себя, как дети. Следующая мысль, которая останавливает меня, это «А кто меня осуждает?» Вот если вас никто не осуждает и никто не останавливает, то есть если вам позволено себя так вести, вы будете себя так вести. А если никто вас не осуждает, то и вы себя не осуждаете. Именно поэтому позволяете себе гневаться. Люди, которые подвержены вот таким вспышкам гнева, окружение уже привыкло и само взращивает вот этих гневных людей. Они спокойно к ним относятся, никто их не останавливает, никто их не отдёргивает, никто с ними не связывается зачастую. И человек, который раз ему позволили, два позволили войти в эту ситуацию, никто, он не получил в ответ никакой отдачи обратной, то вы себе это и позволяете. А вот представьте себе, что ваш ребёнок, он просто ещё не умеет вам давать сдачи. А теперь представьте, вы входите в гнев, и ваш ребёнок также входит в гнев. И сначала вы думаете, что это не так. Вы раз на него накричали, два накричали, а в третий раз он научился копировать с вас и давать вам отдачу. Только когда вы первый раз начинаете вот этот гнев, вы сразу чувствуете ту пощёчину, которая полетела вам назад. Вы не думайте, что должно пройти время, потому что вы получите вот этот вот ответ только через какое-то время. А вы представьте, что именно сейчас наступил тот момент, когда ребёнок научился вам давать сдачи. Не в 18 лет, нет, а вот сейчас. Вот сейчас вы такие, а он оп и обратно. И вот эта вот мысль в голове, а мне сейчас прилетит обратно, она тоже очень хорошо останавливает. Именно сейчас. И ещё судите себя сами. Самый строгий судья – это вы. Не ждите, что вас будут судить другие. Потому что иногда вы чувствуете, что не надо так делать, не надо так поступать с ребёнком. И вы начинаете спрашивать у других. Я даже думаю, что это видео вы смотрите потому, что вам нужно, чтобы вас осудили. Вот если вас осудят, вы остановитесь. Но вас же никто не осуждает. Так вот, осуждайте себя сами. Вы сами себе – самый строгий судья. И когда вы кого-то пытаетесь спросить, ну а ты своего там по попе бьёшь, ну а как же по-другому? И вы начинаете друг перед другом оправдываться. Тот человек, у которого вы спрашиваете, он аж обрадовался, что есть такой же, как и он, который делает так же плохо, как и вы. И вы между собой два плохих ша встретились, и друг друга не осуждаетесь. И разошлись, и считаете, что хлопнуть по попе ребёнка – это самое замечательное. Это то, что не осуждает никто, потому что вы с кем-то встретились таким же, как вы. Нет, если существует другой человек, который не осуждает плохие действия, это не значит, что вы не должны осуждать себя. Это ваша рука. Ваша рука делает над вашим ребёнком что-то, а не её рука чья-то чужая. Вот представьте себе, что теперь она стукнет вашего ребёнка. По попе, слегка, через подгузник, как обычно вы говорите. Вы же её осудите? А себя? Себя нет. Очень часто бывает именно такая ситуация, что мы видим, когда нашему ребёнку кто-то другой причиняет какое-то вот… начинает на него кричать, начинает его трогать, пытается его как-то обидеть. Вы как хищница превращаетесь, да? Вы мама или вы папа, хищника. То есть вы начинаете защищать своего ребёнка. А кто защитит вашего ребёнка от вас самих? Вдумайтесь. И эта мысль, может быть, вам поможет. Защити моего ребёнка от меня самого. Если эта мысль тоже поселится в вашей голове, то она остановит ваш гнев в ту минуту, когда он возникнет. Ещё одна мысль, которую я могу вам поселить в вашу голову. Вот всё время кажется, что я легонько, я слегка, вот я слегка и легонько. То есть кажется, что есть какая-то граница, и вот я когда немножко, то можно, а вот сильно нельзя. Так вот этой границы не существует на самом деле, потому что вы, взрослый человек, не можете оценить, насколько сильно это для ребёнка. Вот я своего ребёнка, вот так вот иногда, знаете, так вот иду, и так вот за плечико приобняла, это пошли поскорее. И он уже возмущается. Я его не стукнула, не ударила, я его не толкнула, ничего. Я его просто, знаете, как веду. И он уже считает, что я ограничиваю его свободу действия. Кстати, влог посмотрите, вот прям последний мой, когда он мне высказывает, как я ограничиваю его свободу, и возмущается, что я то ему не даю, и это не даю. Вы не можете оценить степень нарушения свободы другого человека, тем более вашего ребёнка, со своей позиции. И ещё одна вещь, которую вы не можете никогда оценить, это когда вы перейдёте эту границу. Если вы первый раз позволили себе потихоньку, то вы обязательно перейдёте в определённый момент ту границу, которую нельзя переходить. Вы будете к ней идти от шага к шагу. То есть первый раз гнев будет маленький, второй сильнее, потом ещё сильнее. И в третий раз вы не сможете им управлять, и не сможете оценивать вот эту силу, которая оказалась вам в самом начале потихоньку. Поэтому мысль, которая должна жить в вашей голове, потихоньку не бывает. Теперь давайте вспомним фразы, которые обычно вы говорите, когда вот начинаете заводиться, когда вот-вот-вот она, вот-вот она вот закипела. Я не знаю, что с тобой делать. Да мне не хватает терпения. Таких фраз можно вспомнить много, но вы вслушайтесь в них. Я не знаю, что с тобой делать. Я не знаю. У меня, у меня не хватает терпения. И когда вы вслушаетесь даже в те фразы, которые вы говорите, вы поймите, что дело-то в вас. Если у вас не хватает терпения, если вы не можете, то, наверное, вы должны мочь, и у вас должно хватить терпения. То есть если вы вслушаетесь каждый раз в те фразы, которые вы говорите, проанализируйте, что вы говорите в момент гнева, вы поймёте, что меняться надо вам, а не ребёнку, который рядом с вами. Если вы изменитесь, то вы поменяете своего ребёнка. Вот когда вы это поймёте, что дело в вас, всё изменится, и вы сможете себя изменить, а изменив себя, вы остановите свой гнев. А когда вы поймёте, что дело в вас, придите к той мысли, подумайте хорошенько и задайте себе вопрос. А умею ли я быть родителем? Вообще я умею. Знаете, вот нас же никто не учил быть родителем, а это целая наука, наука штука. Нас учили быть инженерами, программистами, экономистами, бухгалтерами, менеджерами, всем кем угодно. И везде нужны были знания, базовые знания. А вы получили базовые знания? Вы знаете, о чём думает и как себя ведёт, и что понимает ребёнок именно в том возрасте, от которого вы хотите что-то получить? Вы понимаете, что перед вами ребёнку год, два, три, шесть, семь, восемь. Сколько ему в этот момент лет? Что вы от него требуете? Вы понимаете, что вы должны от него требовать на тот уровень, на который он способен вам дать? А вы знаете, что чувствует ребёнок в это время? Что важное для него? Вы пробовали это узнать? Может быть, попробовать? И когда вы начнёте изучать детей, вы откроете такой огромный мир, такой огромный мир, что гневу вашему в этом мире не будет места. Этот мир бесконечен, интересен, захватывающий. Если вы погрузитесь в этот мир, вы сами погрузитесь в мир детства, а там, где мир детства, гневу нет места. В России нет такой практики, вот как-то она только зарождается, чтобы всей семьёй пройти к психологу и разобраться, в чём же дело, чтобы проходить какие-то тренинги, чтобы что-то изучать. Пока у нас культура на уровне хотя бы что-то прочитать, прочитать хотя бы одну книжку, которая посвящена детям, посвящена детской психологии. Поэтому попробуйте, почитайте, поучитесь, попробуйте, оглядитесь, а как учатся другие, как учатся быть отцами, матерями, другие люди, как у них получается. Иногда вы видите, вот мамы, папы, они какие-то другие спокойные, а эти какие-то гневные. На кого лучше ориентироваться? Может, на тех, которые спокойные, и спросить их, а на что вы опираетесь? Не стесняйтесь, не стесняйтесь, вы подойдите и спросите, а почему? А может быть, ты владеешь какими-то знаниями, которые не знаю я, чтобы я изменился? И мы подошли к самому серьёзному аргументу, который многие, наверное, проговорили, пока смотрели это видео. До меня отец в детстве порол, и ничего, человеком вырос. Меня, к примеру, отец порол до 17 лет. Да что вы. Крепко порол. А звука никакого. Послушайте, даже когда вы эту фразу говорите, насколько обиды вы уже затаили на своего отца, и человеком ли вы выросли? Я не знаю, как вот этот вот определить критерий, человек ли вы, потому что ни благосостояние, которое вас окружает, оно не определяет это. Другие люди могут сказать, как часто вам говорят, вы добрый, хороший человек, как часто вас целует ваш ребёнок, или он уже настолько подавлен, что между вами нету контакта? Ведь не богатством же определяется, то добрый вы человек, хороший, и всё хорошо в вашей семье. Это такая сложная материя, ей нету оценки никакой. Но когда вот вы говорите эту фразу, вы, наверное, в глубине души хотели бы, чтобы отец с вами дольше говорил, а не бил ремнём, чтобы отец разобрался в какой-то ситуации, в которой он взял ремень и понял, в чём причина, чтобы отец вас пожалел, чтобы он больше с вами играл. Ведь за этой фразой стоит горечая обида ваша, а не то, что вы сейчас поступаете так же, как и он. А если вы будете поступать так же, как и он, ваш ребёнок будет на вас обижаться. Вы зачем продолжаете вот этот круг? Кто-то должен его разорвать, кто-то должен его разорвать. Давайте это будете вы. Попробуйте, не будьте таким, как с вами вы поступали. Ведь на самом деле вам нужно поступать так, как вы бы хотели, чтобы поступали с вами. По-хорошему, по-доброму, по-ласковому. И в вашей семье, может быть, тогда настанет гармония. Оберните. Всё наоборот. Шиворот на выборот. Я надеюсь, что я посеяла те зёрнышки, которые помогут вам прорасти в вашей голове вот этим мыслям. И это дерево будет настолько большое, что не даст вам месту гнева в вашей голове. И ещё, милые мои хорошие, как только вы чувствуете, что вы стали раздражительны, ходите вот в это состояние гнева и не можете собой управлять, ребята, ну, позаботьтесь о своём здоровье. Ведь мы настолько подвержены тому, что происходит внутри нас. Есть проблемы с обменом веществ, эндокринолог, который вам поможет, если он найдёт какую-то вашу причину. Может быть, вам нужно выспаться. Выспаться. Не нужно этого бояться и стесняться. Не нужно подумать о себе так, что, а мне просто нужен отдых, поэтому я не могу сдержать себя. А мне нужно просто сходить к врачу, поэтому я не могу себя сдержать. Не нужно этого стесняться. Мы почему-то этим стесняемся. Мы думаем иногда, что мы справимся сами. Нет, мы иногда не справляемся сами. Нам нужен кто-то, кто-то, кто поможет нам справиться с собой внутри себя. Я надеюсь, что этим помощником сегодня была для вас я. Оставайтесь на моем канале Эх, детство. Это Таня Матаня. Я надеюсь, что я буду для вас хорошим компасом в этом мире детства. Субтитры подогнал «Симон»!